Девочки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, в мой новый влог. И сегодня сниму такое видео для сладкоежек. Готовить буду не я, а мой муж. И причем это будет сладость без выпекания. Так что, если вам интересно, то продолжайте смотреть. Итак, девочки, я вам покажу сначала, какие продукты нам нужны. Минимально здесь все, потому что выпечки у нас не будет никакой. Итак, первое. Нам нужно такой компот. Ну, в общем, фрукты, как в компоте, я не знаю, в общем, маринованные фрукты банка. Я не знаю, сколько получится. Посмотрим в рецепте в самом, когда Анжела будет делать. Сгущённое молоко, карамель. Это у нас варёное сгущёнком. Ванилин. Дальше крема галактус. Это сливки 35%. И, по-моему, он сказал, что пол-литра нужно нам. Буквально ложка сахарной пудры. Это для того, чтобы делать крем. Кофе не с кафе нам понадобится. Обычный кофе, просто растворимый. И две упаковки. Ну, вот здесь вот Йоланда уже открыла, её пару печенек съела. Две упаковки вот таких печеней. Девочки, вот такие печеньки с фолят, с фоля, с фолятины называется. Ну, в общем, поищу, как называется по-русски. Если найду, если не найду, то они выглядят вот так. Видите, они как будто такие слоёные. В общем, постараюсь поискать, возможно, есть какой-то аналог в России. Ну, и, конечно, какая-нибудь форма нам потребуется, где это всё будем выкладывать. И миксер. Первое мы будем делать крем. Анжелас перемешивает сливки. Примерно пол-литра. Все ингредиенты я вам также перечислю в инфобоксе для удобства. Далее добавляем одну столовую ложку сахарной пудры. Это у нас ложка десертная. Ну, в общем, одна столовая ложка нужна. Но мы не делаем сильно сладкие, потому что из сладости здесь будет также сгущёнка и варёная сгущёнка. Добавляем ванилин. У нас две вот такие маленькие, в общем, колбочки. Две штучки ванилина. И начинаем взбивать на очень быстрой скорости, пока крем не превратится в пену. Потом мы это всё отправим в холодильник. Пока взбивается крем, мы тем временем будем обмакивать печеньки в сгущёнки и выкладывать форму. Девочки, смотрите, примерно минут 7-6-7 минут взбивался. Вот эти вот сливки с ложкой сахарной пудры. И примерно должна получиться вот такая консистенция. То есть не пена, как сказал Анжела, а крем именно. И сейчас отправляем в холодильник. В холодильник отправили крем, пока мы здесь вот на то время, пока здесь будем дальше делать слои. То есть первый слой получился. И у нас есть ещё печеньки на второй слой. Сейчас добавляем варёную сгущёнку, банку и 2-3 столовые ложки растворимого кофе. И потом всё венчиком перемешиваем. Одну ложку кофе пока добавил. И перемешиваем. И далее вот оставшаяся сгущенка у нас здесь есть. Где-то примерно полбанки. Также добавляют в этот же крем, да, варёную сгущенку. Девочки, по секрету, такого рецепта не существует. Анжела его придумал сам и воплощает в жизнь. Надеюсь, будет вкусно. Перемешали хорошо варёную сгущёнку с кофе. И добавили немного сливок, чтобы кофе растворился быстрее. Поэтому лучше добавлять растворимый кофе, который именно как в порошке. То есть такой мелкий-мелкий. Теперь всё это заливает Анжела. То есть наш первый слой печенья. Вторую пачку тоже продолжает выкладывать поверх карамельного крема. Вы можете делать, в принципе, в два раза меньше, например, смотря какая у вас форма. Второй слой тоже у нас готов. Расколотый. Но ничего страшного. Они всё равно закроются кремом. Ну и сейчас охлаждённый крем. Выкладываем сверху печенье. Анжела левой рукой всё делай. Поэтому я отхожу всё время. Я думаю, что крема достаточно. Но Анжела, не знаю, сказала, если не хватит, будет ещё такой же делать белый крем. Но вроде хватает. И сейчас добавляем вот эти маринованные фрукты. Можно любые добавить. Можно, в принципе, и свежие добавить. И такие. Но без жидкости, без сиропа. Девочки, вот, собственно, и всё. Наш десерт готов. И теперь нужно отправить это всё в холодильник на два часа, чтобы он, ну как сказать, остыл, охладился и пропитался. Итак, девочки, вот такой незамысловатый рецепт Анжела придумал. Буквально ушло на всё про всё полчаса со всеми приготовлениями. Так что сейчас ждём, пока простоит два часа в холодильнике. И потом мы его разрежем, и я вам покажу, что получилось. Итак, девочки, у нас пришло где-то часа два. Но, вы знаете, мы вытащили из холодильника, потому что Йоланда захотела попробовать. Я, конечно, есть это не буду. Может быть, завтра утром за завтраком только, ну, совсем маленький кусочек, вот ради интереса. Вот. Но у Йоланды мы сейчас узнаем. Давайте резать. Мне кажется, завтра он ещё побольше пропитается. У нас нет такой лопатки для тортиков специально, надо купить. Вы должны купить что-то для каек, да? Нет лопатки, поэтому ложкой. Ложкой. Не совсем ещё, не до конца пропитался. Вот. Завтра он такой, более, наверное, схватится. Как это? Тейсти? Анжела тут попробовал, говорит, вкусно. Вот так выглядит. Давай, Йоланда, пробуй. Ты первая. Вкусно? Твои любимые печеньки, да, как раз? Всё, вкусно папа сделал? Браво. Браво. Молодец. А-а-а-а! Волосы! Йоланда уже здесь наполовину засыпает, у нас вечер поздний. Ну, это фрукты. Ну, это фрукты. Вкусно? Ну, всё, здорово. Так что, девочки, можете пробовать делать такой десерт. Всё, Йоланда пока у нас кушает. И я потом в комментариях, кстати, напишу, когда я утром завтра попробую, потому что сейчас я не хочу даже пробовать его. Ночь практически. И надеюсь, вам понравился такой рецепт, такой десерт без выпечки, да, торт без выпечки, карамельный. А если попробуете сделать, напишите потом, получилось у вас, не получилось, как вам вкус вообще. И ставьте палец вверх, я передам этот палец вверх для Анжелы. И подписывайтесь на мой канал, увидимся с вами в новом видео. Всем пока-пока и до новых встреч!